МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ветерану войны Октябрине Каноненко, 96 лет. Примите самые искренние и теплые поздравления в ваш адрес. С днем рождения! Юные десногорцы познакомились с народным праздником. Детям понравилось сегодняшнее мероприятие, они узнали много интересного, познавательного. Доля нелегальной табачной продукции в Среднем по России составляет около 10%. А в Смоленской области теневой рынок табака – один из самых больших по стране. 20% сигарет везено в регион неофициально. Именно такой товар обычно продается в 2, а то и в 3 раза дешевле легального продукта. Виной тому граница с Белоруссией, откуда идут основные потоки контрафакта. За 7 месяцев текущего года черный рынок сигарет в Смоленске лишил федеральный бюджет около 650 миллионов рублей. Кроме этого, страдает и потребитель. Сомнительное удовольствие может стать и вовсе смертельным. Ведь неизвестно, что за смесь скрывается по знакомым брендам. Определить, легальная пачка или нет, можно по ее внешнему виду. Все надписи должны быть на русском языке, а стоимость не может быть ниже 62 рублей. 31 октября на Кургане Славы прошло торжественное перезахоронение останков 19 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их за прошедший год в различных точках Рославского района нашли члены поисковых отрядов за Родину и Высота. Об итогах сложной, но важной работы поисковиков в следующем сюжете. 30 октября в память о погибших в храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радость по православной традиции трижды прошла заупокойное литие. Проститься с воинами пришли представители власти, организации и предприятий города, члены казачьего общества и местные жители. Мы сейчас, понимая, что перед нами урны с остатками людей, которые исполнили самую главную заповедь Божию, нет больше той любви, как ту душу положит за други своя. Они исполнили эту заповедь, и мы верим, что они глубоко живы. Церемония перезахоронения останков солдат состоялась на следующий день на Кургане Славы. В начале мероприятия глава города Андрей Шубин выразил признательность всем, кто помогает сохранять память о погибших героях Великой Отечественной войны. С словами благодарности обращаюсь к советским воинам-победителям, а также к тем людям, которые занимаются поиском безвестной пропавции солдатой войны. На митинге памяти присутствовали и выступили с речью почетные гости. Многие выражали свои чувства и говорили добрые слова в адрес поисковиков и защитников Родины. Они настоящие герои. Они войны-победители. Благодаря им мы с вами живем, любим, воспитываем детей и мирно трудимся на своих предприятиях. Траурное мероприятие стало финальной точкой в работе поисковых отрядов «За родину и высота» в 2019 году. За этот период в Россовском районе было найдено 13 бойцов. У двух солдат найдены опознавательные медальоны. Также в связи с благоустройством мемориального комплекса «Курган Славы» на поле памяти были перезахоронены и останки других бойцов Красной армии. Свой покой обрели медсестра партизанского отряда Екатерина Косарева, рядовой Иосиф Комаров, партизан Николай Ефременков и еще три неизвестных солдата. Мы всегда чтим память бойцов, которые погибли в Великой Отечественной войне и будем продолжать свою работу, пока мы живы за здорово. Под звуки траурных мелодий останки красноармейцев были преданы земле. После участники митинга возложили цветы на могилу солдат. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Есна-ТВ. Не исключено, что россияне смогут получать рецептурные лекарства бесплатно. Такое предложение уже поддержано Госдумой. Там считают, что это хорошая мера социальной поддержки. Парламентарии видят несправедливость в том, что в больнице медикаменты можно получить бесплатно при предъявлении страхового полиса. А в аптеках такой возможности на данный момент нет. Исправить ситуацию обещает уже в следующем году. Нововведения сначала коснутся тех, кто перенес инфаркт, инсульт и некоторые другие тяжелые болезни. Выдавать лекарства таким гражданам будут бесплатно. Если та камера окажется успешной, медикаменты смогут получить и другие нуждающиеся. С 1942 года пулеметчица, а с июня с 43 по 45 водитель зенитно-пулеметного полка. Участнице Великой Отечественной войны Октябрине Каноненко исполнилось 96 лет. Подробности знаменательного события далее. 29 октября этот осенний прохладный день для многих жителей отличается особым теплом. 96 лет назад в этот день родилась Октябрина Каноненко, некогда пулеметчица и шофер зенитно-пулеметного полка в годы Великой Отечественной войны. Квартира в типичной многоэтажке Десногорска. На стенах памятные фотографии, каждая из которых – часть большой, разнообразной и яркой жизни именинницы. А все они – как доказательство ее неуемной жизненной энергии. Энергии, которой, несмотря на годы, хватает на всех друзей и родных. Огромнейшая благодарность вам за то, что не забываете меня, приходите ко мне всегда. В теплом дружеском кругу Екатерину Андреевну поздравили ее друзья и близкие люди. Среди них – представители администрации и городских организаций. Отдельные слова благодарности прозвучали от главы города. Примите самое искреннее и теплое поздравление в ваш адрес с днем рождения. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, божьих вам благословений, чтобы вы нас еще очень долго радовали. История Екатерины Андреевны – прекрасный пример долгой, не всегда простой, но яркой и счастливой жизни. Жизни, которая и сейчас вдохновляет многих и служит вектором для все нового поколения горожан. Мы, молодое поколение, знаем ваши подвиги, знаем действительно правильную, правдивую историю. И мы эту историю передаем нашим детям, нашим внукам. Уютная встреча прошла, как и подобает дню рождению, со звоном бокалов, пожеланиями здоровья и теплыми душевными историями. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха или получать возврат денег за другой досуг. Эти и другие льготы есть у многодетных семей в России, но об этом знают далеко не все. Так, 35% многодетных семей, согласно опросу, и не подозревают о существовании большинства таких привилегий, а пользуются причитающимися благами лишь 25% респондентов. По этой причине льготная поддержка многодетным семьям в стране считается неэффективной. Это мнение Министерства труда России. Исправив ситуацию, надеются при помощи многофункциональных центров. В Минтруде считают, что именно благодаря МФЦ можно повысить осведомленность многодетных семей о полагающихся льготах. Смогут ли сотрудники МФЦ взять на себя дополнительную нагрузку, пока неизвестно. В Десногорском историко-краеведческом музее отметили праздник, знаменующий окончание земледельческого цикла «День феклы за ревницы за предальницей». Гостями мероприятия стали воспитанники детского сада «Лесная сказка». В народе праздник «Феклы за ревницы» получил свое название «Зазарева от света, исходящего отовсюду». Уличные фонари в городах, костры в овинах, огонь в печах. В этот день жилища на Руси начинали топить. За предальницей же феклу прозвали за традицию прясть. Это обещало везение в хозяйских делах в будущем году. Помимо этого, в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому. 30 октября в русской избе ребята провели обряды и обычаи на праздник «Феклы за ревницы». Дети познакомились с музейными экспонатами – цепь и прялка. Узнали, как мужчины молотили зерно, а женщины пряли и скудели нить. Вспомнили пословицы и приметы на осенние замолотки. Также ребята отгадывали загадки, что растет на грядке, играли в русские народные игры, такие как «Веревочка», «Узелок» и «Яша». Детям понравилось сегодняшнее мероприятие, они узнали много интересного, познавательного. Понравилось детям очень играть в русские народные игры, которые уже, к сожалению, давно забыты. Детям очень понравилась история и традиции праздника. Они получили заряд бодрости и хорошее настроение. А в завершении мероприятия всех гостей угостили вкусным и ароматным хлебом. Мне понравилось мероприятие, мне понравились игры и угощения. По мнению организаторов мероприятия, приобщение детей к народной культуре является важным средством воспитания у них патриотических чувств и развития духовности. Отсутствие знаний делает человека равнодушным, а равнодушие разъедает не только памятники старины, но и души людей. Виталий Волков, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Перевод стрелок часов на летнее и зимнее время – такая практика в России в последний раз была 5 лет назад. Тогда среди главных сторонников отмены перевода стрелок были медработники. Они сейчас считают, что перевод стрелок сбивает внутренние часы человека, что наносит серьезный ущерб здоровью, провоцирует стрессы, депрессии и порождает патологии. Но это мнение разделяют не все. Другие специалисты полагают, что переход на летнее и зимнее время приближает человека к природе, а именно к началу и концу светового дня. Тем не менее, по пути России пошла и Европа. В 4 часа утра 27 октября все страны Старого Света, кроме России и Беларуси, перешли на зимнее время. Сделали они это в последний раз. С 2021 года подобная практика будет прекращена. В конце выпуска о погоде. 1 ноября в Десногорске пасмурно, температура днем плюс 3, ночью минус 2. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok